Мамонт здесь скоро. Этот баннер указывает, где теперь будет жить в постоянной экспозиции любимец пермских школьников и других посетителей Краевого музея, любителей древности. Частично эти экспонаты показывались в рамках выставки Музея Пермских древностей. Следующий этап нашего сотрудничества это организация выставки открытого показа фондов. В том числе мы производим и передаем в Пермский Краевый музей копии скелетов различных животных. В этом большом зале на четвертом этаже здания Инносибирской 15 разместят древности, многие из которых не показывали долгие годы. Например, этот бивень мамонта, который еще находится в упаковке. 95 лет назад поэт Константин Бальмант даже посвятил ему стихотворение. Впервые можно будет посмотреть очень интересного платья позавра. Кто это такой? Представьте себе, что внешне это амфибия, то есть земноводная, очень похожая на крокодила, но никакой это не крокодил, а животное, которое обитало большую часть жизни в воде и было обнаружено здесь на территории Прикамья. Это результат сотрудничества Краевого музея с учеными из Московского палеонтологического института. Они изучали пермские древности и на основании этих исследований сделали точные копии скелетов животных. До Девонского периода и до, собственно говоря, Канинозойской эры, и в том числе, конечно, и динозавры. Вот в частности здесь представлен тербозавр. Наиболее представительный экспонат. Я думаю, что будет продолжаться это сотрудничество. Работы еще предстоит много. Скоро здесь смонтируют интерактивные экраны, специальный свет, новые витрины. Музей обещает открыть площадку, где дети смогут играть, знакомиться с древним миром. Это будет настоящее детское царство. Не так давно Пермский Краевой музей с успехом провел палеонтологическую выставку. А здесь, помимо палеонтологических коллекций, будут представлены и другие экспонаты, по которым наверняка все уже успели соскочиться. Будут представлены и животные из зоологической коллекции, причем они будут представлять разные сезоны года. Постоянную экспозицию отдела природы откроют в филиале Краевого музея уже этой весной. Продолжение следует...